Антон, добрый день! Решили обратиться к вам за помощью, потому что приобрели себе вот такого потрясающего дружка, который иногда вместо игрушки пытается ухватить за рубашку, за кофту, за все что угодно, лишь бы еще привлечь себе внимание. Пока его выгуливать нельзя, ему только 3,5 месяца и сделана последняя прививка. И, конечно, дома есть еще 3 кошки, которых он просто терроризирует. Мы пришлось ему выделить на балконе определенное место, чтобы они там кушали, ели и гуляли. И он не дает им выйти, даже не на секунду, если даже играется, только слышит их внимание сразу, что они где-то спустились или где-то мяукнули, сразу бежит к ним навстречу, если, не дай бог, кошка не успела перепрыгнуть, то он на нее нападает, кусает, прям конкретно хватает. На место! Я знаю, что любую собаку можно приручить, можно объяснить, просто знать, как это сделать. Я сама воспитывала немца, но сейчас вот с маленьким у него такой гонор, он не сдается, он даже, когда ты его вроде бы кладешь к земле, вроде бы он сдался, но тут же он встает, набирает силы и дальше продолжает делать то, что он считает нужным. Я сильно его не держу, но иногда он подергивается, пытается вырваться, чтобы посмотреть, кто сзади. Кошка никак на него не реагирует, он ее пытается постоянно укусить. Вот сейчас попробую ослабить чуть-чуть руки, вы увидите, что будет происходить. Уже поспокойнее. Вот, укусил. Вот опять мы его укладываем. И вот так может происходить несколько раз. И он не дает, то есть не ломается, не сдается до последнего. Что в таких ситуациях делать и как делать дальше? По питанию уже, конечно, я наладила. То есть он ждет, он ждет, не рычит, когда держишь руку в тарелке, потому что первое время это было, и он хватался сразу к еде. Сейчас он ждет, пока я положу тарелку. Вот, и, конечно, вот даже сейчас вот он играет, он вроде бы играет с игрушкой, но нет-нет, пытается схватить за руку, за кофту, за брюки, за что-нибудь, только вот лишь бы схватить. Вот, а также с постели его тяжело выгнать, то есть он только ход на матрасе спит, то есть даже в своем домике он не спит. Вот. Но по поводу вот туалета, я так думаю, что нужно время, чтобы он приучился ходить на улицу, вот, потому что пока тоже все-таки маленький, вот, и это тоже понимаем. Поэтому очень ждем вашей помощи, вашего анализа, что нужно, как нужно. И, конечно, хочется себе друга, тем более у меня дочка маленькая, чтобы она с ним тоже игралась, чтобы он ее не терроризировал, потому что он иногда бывает, и она там как-нибудь прыгает, бегает, и он на нее чуть-чуть порыкивает. Вот, очень хочется вот это все исправить, с вашей помощью, конечно. Вот, и мы готовы над этим работать. Все, что будет зависеть от нас. Спасибо большое. Все как обычно. Как обычно, его нужно брать на руки, потому что он... Поставьте, поставьте. Прыжет, вот, смотрите. Объясняю вам с нуля. С нуля. Вот пришли люди, да? Любой человек, который пришел, вот так. Прыгает, оттолкнули его. Без слов. Понимаете? Сейчас он будет думать, прыгать или нет. Прыгнули, оттолкнули. Он же подходит к вам, касается вас лапами, правильно? Я тоже говорю, ой, слушай. Видите, на меня не реагирует. Сейчас мой друг, он знает все правила. Нюхаешь без проблем. Это то, что нужно. Потому что люди знакомятся, меня зовут Антуан, вас Елена, да? А собаки нюхают, они прыгают, понимаете? Он должен нюхать, чтобы понять, кто это, как он пахнет, да? Если люди к вам приходят и сразу сюсюкаются с ним, ой, какой, вы думаете, я не хочу его погладить. Но это эгоизм, понимаете? Я захожу, его возбуждаю, показываю, что на приходящих прыгай, потому что каждый приходящий будет тебя сюсюкать. А потом вы сами начинаете с этими проблемами бороться, правильно? Поэтому любой приходящий, видите, нас легко встретит. Сколько секунд занялось, чтобы он больше не прыгал, правильно? Две минуты. Две секунды. Две секунды. Елена, совершенно верно. А если бы вы зашли его, поцеловали, да, сказали, какой он милый. Во-первых, мы показали, что мы очередные люди, которые, приходя, тебя возбуждают. Во-вторых, показали ему очередную. Вот, подтвердили его модель поведения, что мы пришли, значит, на нас нужно прыгать, возбуждаться. Видите, он успокоился. Когда к вам другие люди приходят, он вот так быстро успокаивается. Ну, как-то у нас пока еще сильно много не приходило, поэтому... Ну, мы только приходим, он так быстро не успокаивается. Вот я прихожу. Вот видите, сейчас спокойненький. Вот я с немцем так же делала, но я так и не делала. Объясняю вам. Да, он другой. Объясняю вам, почему вы у вас так не получаете. Смотрите, вы заходите домой. Вы говорите, вы тоже так делаете, правильно? Нет, с ним я не делаю. Я с немцем своим так делала. А с ним вот я так не делала. Потому что он маленький, я его не достаю. А вот сейчас я теперь понимаю, что он можно. А как мы достаем? Ну, там у него же разные, да. Я поняла. Ну, мы же сделали. Просто вы его откинули. Я поняла, да. И смотрите, в чем важность всего, Елена. Если вы заходите, делаете... Вот мне тоже говорят, мы делаем как вы, но у нас не получается. Объясняю, почему не получается. Потому что я отталкиваю и встаю ровно, не смотрю и не разговариваю. Если я на него смотрю, то между нами появляется связь какая-то, да. Он смотрит на меня, а я на него, как будто говорю, ага, связь возобновилась, да. После этой визуальной связи должны быть другие какие-то действия. К примеру, погладить, поцеловать, да. Я пришел, встаю как встаю, да не двигаюсь, потому что любое движение создает возбуждение. Я пришел, оттолкну ровно стол, встаю, да. Глаза не смотрю, чтобы не было никакой связи, да. Когда он успокаивается, я снимаю куртку. Вот он сел, сел, ага. Я могу снять куртку, могу двигаться, как он захочет на меня прыгнуть, а вот раз, я коснусь и ровно вот так встану. Без визуальной связи, без разговоров и без движения. Вот люди, когда приходят, и собака начинает прыгать, да. Человек пришел, собака прыгает, он куртку снимает. Конечно, эти действия, вот он возбужден, а мы должны стоять ровно, чтобы его возбуждение пошло на спад. Если мы в его возбужденном состоянии будем сильно двигаться, ходить туда-сюда и замечать его, как будто мы отвечаем на его возбуждение возбуждением, а я пришел, ровно стою как статуя, говорю, «Эй, я тебя не вижу, когда ты возбужденный. Как ты успокоишься, я тебя замечу. Могу погладить». Тогда он уже успокоился. Но когда он на меня прыгнет или что-то, хоп, опять, видите, на который дает. Даже, вот, даже не думая об этом. Только это нужно сделать без слов и желательно без визуальной связи. Просто, просто. Вы же там можете так сделать. Ну, сделала, да, я поняла. Здравствуйте меня, Антуан зовут, это мой друг Роланд. У нас прикольно. Вот так вот давайте сделаем. Вы можете, можете все, что писали. Да. Какие проблемы, просто рассказать. Ну, первое, что он, как его, кидается на кошек при малейших движениях, их, либо мяуканье, или еще чего-нибудь. Вот, и если ты начинаешь забирать его от кошек, он начинает агрессивно, вплоть до того, что он откусать стал. И когда мы в гостях тоже бываем с другими собаками, я его не всегда пускаю, потому что он в последнее время стал хватать прям на собак, вот, и пытается укусить, даже если собака на него вообще никак не реагирует, то есть не отвечает ему в агрессии. То есть, наоборот, она добренькая, то есть спокойная, а он вот его постоянно хочет укусить. Плюс, вот, получается, на улице у него он тянет поводок, не играется, не хочет играться на улице, постоянно ему нужно нюхать, хоть и даже бывают вкусняшки, он никак не реагирует. Ну, дома он вообще как себя, как хозяин чувствует. Мы постоянно с ним, вот я его бываю, что не пускаю на кухню, не разрешаю ему зайти, он может сидеть, ждать, пока ему разрешу зайти, но это вот до поры до времени, пока кошки не зашевелятся. Ну, там целый список, мне, конечно, по телефону можно, я вам подготовила, потому что есть в половине, возможно, держать много информации. Вот, я вам писала о том, что, значит, вот, то, что выходит к людям, да, вот это вот прыгает сразу, и не бывает, если дверь откроешь, он вылетает из двери, вот, кусает одежду и мебель, это он даже бывает поводок стал кусать, после вот этой агрессии, которая произошла у нас в Сочи. У нас друзья были уверены в своей собаке, что она не тронет, а она его, короче, получается, придушила и к земле. Это очень плохо, то есть первый опыт общения с собаками негативный? Нет, это был третий. Это был третий. Хорошо, но третий. Первый опыт был на улице, все нормально было, они с собачкой понюхались, побегали. Минимум 10 опытов должны быть положительных, чтобы чем больше положительного опыта, тем его мнение о себе подобных хорошее. Когда ребенок бегает, он может похватывать за одежду, за это переигрывает, особенно если это ребенок меньше пяти лет. Он их как мячик считает, они начинают пищать, визжать, как обычно. Рычит, когда с игрушкой играем, то есть начинаем играть, он начинает рычать и переходить в агрессию, опять же, переигрывать. Слушайте, вы откуда меня знаете? У меня мой кинолог, который занимался со мной, с немцем моим, она просто в Геленджике живет, и она мне дала ваше... То есть вы мои видео не смотрите? Смотрю. Я все видео пересмотрела. А про игры вы не слышали? Про игры. Вот вы сами говорите, да? Играем с ним, он начинает агрессивным становиться. Да? Это же ваши слова. Чем больше вы будете играть, особенно игры в перетягивание или в три палки, чем больше вы это будете делать, тем будете больше пробуждать в нем охотника, хищника, который спит пока что. Вы же три палки играете. В его природе трепать означает убивать, наносить наивысший урон. Смотрите в мире животных. Это раз смотрели про животных. Осторожно. Ты как? Я упал. Ну, молодец, потому что что-то у нас не держится плотно. Ладно, давайте по делу. Что с кошками? Он их ловит и все. Он накусывает их. Шерсть, черепет. Они дружелюбные. Как Марик? Ну, Марик боится. Вот что происходит. Э! Да! Я могу ее? Да, но он может поцарапать аккуратно. Либо менее. Давайте я беру более, которая сильная. Вы можете? Да, я могу. Она более-менее адекватная среди им. Вот смотрите. Э! Видите, я сейчас как будто говорю, что вот это другое животное находится под моей защитой. И ты не трогай его. Слушай, с чего ты хочешь его? Да-да, это нормальная его реакция. Вы же... Я в вашем видео видел, как вы его удерживаете. Прям держите. Ну, это мы вам показывали, как он реализирует. Я сейчас его не держу. То есть, я даю ему возможность это сделать и понять. Чем больше вы держите тело, понимаете, вы держите тело. Правильно. Тело держите. А разум невозможен. Совершенно верно. Сейчас я что делаю? Удерживаю сознание. Видите, я его не держу. Стоит его сейчас держать, он начнет еще больше истерить. А я его не держу. Говорю, что? Мы тебя не держим, ты сам приди к тому, что не нужно кошек трогать. Видите, сейчас другая. Вы же могли так делать? Ну, нет. Он все равно кидался. Даже мы так делали, он кидался. Видите, сейчас он начинает обдумывать. Он на мою руку. Вот, мы же так делали. Он кидался на мою руку. Когда я так делала, вот под шею говорили, да, бить? Вот сейчас я туда чувствительную. Вы немножко неправильно. Ну, вот сюда вот, как бы ударять ему под это, да? Не ударять, нет. Э, это касание. Вот, как с животным общаются друг с другом? Помощью пасти, правильно? Да. Они же так взаимодействуют. Если я сейчас начну с ним разговаривать, для него непонятно в языке, что, слушай, космос, это же наша кошка. Ты заменила. Как космос это поймёт? Здесь можно свет включить? Да, вот так. Как он это поймёт? Чтобы он это понял, я должен себя вести, как животное. Вот, вы видели, как животные вообще общаются? Ну, да, они похожи. С помощью пасти, правильно? Здесь, если, да, успокоен. То же самое делаю я. Говорю, Вей, если захочешь его тронуть, я тебе коснусь, как животное, на твоём языке, как он начал сейчас понимать. Покажу, что так нельзя делать. Так нельзя делать. Э. Видите, сейчас я кошку отпустил. Ой. Э. Э. Такую дверь, чтобы она не дискочила. Вот так. Да, ну, если можно, дверь за кошку можете оставить. Э. Сейчас я буду его учить. Не обращать внимания на кошку. Кошка может находиться здесь, где угодно. Ну, слушай, ну и что? Ту кошку тоже нужно... Давайте вторую. Давайте. Это будет сейчас побольше оряться. Э. А. Видите, я и голосом приду, И, если вы успели землетрить, я сейчас тотально его буду контролировать. Давайте. Третий эксперимент. Подождите, он там. Поставьте. Лель, сядь, пожалуйста, ты не двигайся. Можно будет открыть? Давайте тогда вот это откроем. Да, давайте. И он со мной такой бетон гладит? Понимаете, это от вас зависит. От него всего лишь зависит 10%. От вас 90%. Вы его не совсем собакой считаете. Есть такое? Как вы хотите правильно с ним взаимодействовать, когда вы не видите в нем животного, собаку, потом Джека Расслэп, при том охотника, который охотится на ваших кошек. Если вы к нему относитесь, как к ребенку, к нему, как вы найдете язык, если вы в нем видите не животного, а человека? Вот если я в вас, без обид, пример можно? Если я в вас увижу не Елену, не девушку, не личность, а увижу кошку, и буду к вам относиться как к кошке. Я вас обижу как-то. Или не кошку, хорька, морскую свинку. Вам приятно будет, когда она вас будет навязывать с другого животного? Вы скажете, слушайте, вы что, с ума сошли? Я же человек. Почему как так? Вы относитесь? Будет такой? Вы тоже самое с ним делаете. Говорите, что ты как будто, знаешь, ребенок какой-то. Он сейчас туда заходит? Ну, как иногда спит там, когда я... Это его место? Ну, вообще, да. Просто сейчас мы убрали сюда пеленочку, я в вольер его перевела. Потому что он там все описал. Сейчас я заказала, вот такую подушечку мы туда сошью тоже, чтобы он лежал, потому что так холодно. Он на этой подушке не будет лежать, он его будет грызть, трепать и уничтожать. Все внутри... Не такую, а плоская просто будет. Всего лишь коврик. Коврик? Конечно. Всего лишь коврик с резиновой основой, чтобы она не скользила. Притом, коврик должен быть или овальным, или круглым. Потому что у других есть концы, да, у прямоугольного концы, да, и эти концы, они начинают грызть. А у круглого концов нету. Круглое, правильно? Он успокоился. На своем месте. Но я бы, честно говоря, хотел, чтобы он оттуда вышел. Вот так. Не схватил? Нет. Пытался, да? Не пытался, а то, что придумали. Сейчас, понимаете, изначально нельзя, чтобы он так общался. Видите? Заметьте, когда мы пришли, он на нас прыгал. Когда потом успокоился, начал нас обнюхивать. Сейчас, когда он видит кошек, он видит кошек, он тоже возбужден, да? Потом не успокоится, нельзя, чтобы он общался. Потому что он в порыве возбуждения, как прыгает на людей, также в порыве возбуждения может пастью общаться с кошками. А мы же хотим, чтобы он успокоился. Поэтому лучше, Елена, можете поставить кошку туда, достать его оттуда. Вот пока его держите. Я сейчас сделаю так, чтобы здесь закрыть. Попробуем сюда больше. А вот так? Ничего, что я вот так? Нет, так вот он не зайдет. Сейчас опустите, но больше не держите. Сейчас будем наблюдать за его поведением. Если он хочет зайти сюда, пожалуйста, пусть заходит, нюхает. любое его действие по отношению к кошкам. Ты, пожалуйста, можешь где-нибудь сесть, чтобы мне дать спокойно передвигаться. Видите, сейчас кошка там, здесь дверь открыта, но он сейчас наблюдатель, а не охотник, который гоняется за ним. Просто наблюдает. Сейчас он еще и успокоится. Сейчас кошек мы опять поставим сюда, чтобы... Вот они начинают, когда он спокойно либо спит, они начинают ходить, выходить. А мы добрымся того, чтобы он не спал, а они также спокойно выходили гулять. И, понимаете... Мы будем вам благодарны, заплачивать. И заплачивать. Он покрищил. Вот то, что уже сейчас, это уже некий прорыв. Да? Сейчас мы это усилим. Просто опять, я в нем не могу видеть человека или ребенка. Это противоречит здравому смыслу. Я привык, потому что мы сюда садились всегда и он на руки просился. Поэтому я сам... Понимаете? Опять. Он, видите, как сразу чувствует хозяин в доме. Конечно, ведь поймите, пожалуйста, вот честно вам скажу, вы же его любите. Поверьте мне, больше меня вы собак не можете любить. Честно вам, знаете почему? Потому что вы свою жизнь не посвятили собакам, а я посвятил. Согласны с этим? Конечно. То есть, я настолько их люблю, что понимаю... И, помните, любовь не в поцелуях и сюсюкиваниях. Понимаете? Знаете, в чем любовь? В гармонии. Чтобы вы могли жить счастливо с ним и получать от этого удовольствие, а не страдать. Постоянная любовь будет воспитывать в нем всадозволенность. Вы, я не говорю вам его не любить, вы должны просто понимать, что в этой ситуации можно его любить, а в этой нет. Если вы постоянно его любите, вы вознаграждаете в его голове абсолютно все процессы, которые там происходят. Потому что любовь означает закрепить состояние, в котором собака пробывает в настоящем. То есть, если он возбужден и вы говорите привет, я тебя очень люблю, вы ему говорите, что я тебя люблю, когда ты возбужден. Если он испугался чего-то, а вы его успокоили, ой, не бойся, это всего лишь петарды, на самом деле вы похвалили страх. Поэтому с любовью нужно быть осторожнее. И не нужно постоянно любовь на него навязывать. Понимаете? это его балует и дает понять, что вся дозволенность. Что я хочу, то и делаю. Все равно меня любят. Видите, я пришел, сперва потребовал на себя не прыгать. Потом показал, что на кошку не нужно реагировать. Сейчас он чем дольше, тем быстрее успокоится. сейчас можете... Просто его колбасить сейчас только от страха или от чего это? Вот смотрите, от чего может быть дрожь. Когда собаке запрещают сделать то, что для него привычно, ведь привычно гоняться за кошками, а сейчас ему говорят, нет, идет некая борьба эмоций. Гоняться за кошками нет, этот парень говорит, нет. Гоняться хочу за кошками этот парень говорит, нет. Тогда идет борьба эмоций, которая может выйти от дрожь. Это абсолютно нормальный процесс реабилитации, когда собаке показывают альтернативный вариант. У него есть свой сценарий гоняться. Приходит такой человек, как я, показывает альтернативный вариант развития. Говорит, слушай, раньше гонялся, сейчас не гоняйся. Сперва может быть дрожь, которая очень быстро пройдет. Это абсолютно нормально. Сейчас тех кошек можете пригласить. Мы ему не говорим, не дыши. Он может ходить куда хочет. Мы ему говорим, на кошек не обращай внимания. А если покормить их, чтобы они побольше, дольше побыли? Видите, они тоже реагируют. Ну конечно, у них же тоже есть опыт, что за нами будут гонять. А если дать им покушать при нем? Да, давайте, давайте. И опять, Лена, вы видели, что я сделал. Я это не первый раз с ним проделал. Я с собаками часто работаю косами. Я что-то плохое сделаю? Нет. Я на него кричал, ударил его. Самое интересное, он даже сейчас не среагировал. Обычно он вот так вот сразу лезет, зная, что здесь вкусняшки для него и для них лежат. И он обычно сразу в ящик... Можно эти вкусняшки мне торт? Сейчас я кое-что сделаю. А у меня есть мясо, я вам мясо приготовила еще. Вареное. Это вот мясо вареное, он вареное мясо ест. И вот это вот, что лучше. Нет, давайте вы кошек хотели покормить. Давайте вы покормите кошек, потом походу я вам все объясню. Марик, иди сюда. Марик, иди сюда. Иди, иди мой золотой, иди сюда. Марик, иди сюда. Вот так, видите, от голоса. Предупреждаешь, что нет? Марик, иди сюда. Можете еще дать эти вкусняшки где? А я его буду кормить, буду показывать что-то положительное. Да? Ваня. Вы дадите мне эту еду еще? Да, да. Дену. Видите, вы столько страдали, и пять минут не прошло, что он... Ну, я это знала. Ну, я это знала. Сейчас я говорю, не реагируй. Сперва помните, если я сперва, можно было и едой изначально его перенаправить, да? Но он должен почувствовать, что пришла властная голоса. Понимаете? Пришел кто-то властный, кто устанавливает правила. Помните, вы, проблема ваша, и не только ваша. Сотни тысяч или миллионов людей в том, что вы больше любите, сюсюкаете, балуете, чем требуете и воспитываете. Правильно? Правильно. Да. Что? Это уже дисбаланс. Хотя бы должно быть 50 на 50. У вас 90 на 10. Вы 90% его балуете, сюсюкаете, 10% от него что-то требуете. Я зашел сразу, начал требовать. Слушай, на меня не прыгай. Таковы правила. Если я бы позволил на себя прыгать, я навредил и вам, и ему. Почему? Потому что показал, что на гостей нужно прыгать. А сейчас показал, на гостей не нужно прыгать. И сейчас, понимаете, вот создаю ситуацию. Кошки, еда. Захочешь за кошками гоняться, э, я коснусь, покажу, что так нельзя. Не реагируешь на кошек, слушай, отлично, вот тебе еда. Понимаете, я положительное подчеркиваю. Ты прям с пола не берешь пылесос. Да можно из пола сказать, чтобы он не взял. Допустим, э, ты не возьмешь, потом я дам возьмешь. Это из-за моего отношения к ним. Смотри, 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 уже смелее. Чего, Женщина? Пуфи. На ней всегда. А можно вот ее поближе? Да, можно. Вот он ее, да, да. А-а-а. Вот он ее постоянно хватал. Даже не так, как этих, потому что эти сразу бегают. А эта вот, она выходила всегда, и он на нее вообще очень реагирует. Они сегодня в воде дрались. Они даже дрались. Он ее в углу зажал. Она заподвала. Вот, вот так нужно эксплизить. Показать, что вы можете заняться чем-то общим. Допустим, вот тебе еда, вот тебе еда. И, Лена, если я сейчас начну его держать, он включится в тот режим, который вы в видео показывали. Я держу сознание. Вы держите тело. Видите, я сознание держу. Медведь не идет к кошкам. А вы тело держали, а сознание рвалось, орало, кричало, пусти кошкам, пусти кошкам. А тело вы держите. Я сейчас тело не трогаю, держу его сознание. При этом вознаграждаю. Говорю, то, что ты на кошку не обращаешь внимание, молодец. И это заняло вот это, 3-5 минут. А вы можете годами страдать из-за этого. Годами. Поэтому я вам написала. Нашла ваш номер. Я каждый день смотрела видео. Просто я поняла, что я не справлюсь. Мне сказали, что просто посмотри видео. Но я понимаю, что просто видео как бы все равно недостаточно. Я не нашла такого видео, где вы конкретно... Очень много про кошек и собак есть у меня в видео. Вот не нашла. Мы только одно нашли. Даже одно видео. Называется «Бесконечная война кошек и собак и кошек». Там став... Вот мы... Я только нашла, знаете, какое вот с кошками? Где вот... Улица было там 10 кошек и 2 или 3 кошки в доме. Вот став, по-моему, да. Который уже убил кошку. Да, да. Уже убил кошку. Да. Вот я смотрела его недавно. И которая была с французским гульдогом. Котенок. Да. Видите, вы говорите, он, когда кошки двигаются, он реагирует, да? Да. Это из-за того, что вы играете с ним быстро двигающимися объектами. К примеру, к примеру, мечами какими-то бросаете его. Он постоянно вот, постоянно в включенном режиме находится. Потом видит что-то быстро двигающееся и вспоминает, что нужно сделать. То есть, надо схватить. Поэтому, поэтому, сейчас с этими игрушками тоже разберемся. Если вы помните, уважаемые дамы, если вы учите собаку включаться, нужно научить их выключаться. Потому что только включаться, это приводит, сперва это интерес к играм, потом это зацикленность, потом одержимость этой ситуации. Я учу и включаться, и выключаться. Поэтому я не стала ждать его года там и так далее. и вам позвонила. Потому что я понимала, что я что-то делаю не только. А до года зачем ждать? Чтобы это состояние еще усилилось? Ну вот. Я поэтому много вещи ждут. Я, допустим, насчет еды, опять же, от немца знаю, что нужно, чтобы помешивать еду, рядом находиться, чтобы он не кидался. А как вы кормите его? Ну, опять же, с вашим видео. Я поставила, он кинулся к низке, я убрала низку. Ну, подняли ветку, да? Потом поставили, он опять, да. И до тех пор, пока вы поставили, он мусил. Да, да. Потом руку нужно держать, мусил. Да. Вы это делаете? Да. Ну, это с немцем. У меня даже с косточкой сырой. То есть нормально никаких проблем. Никаких вообще. Он идеально в этом. Видите, ни дрожи, ничего нету. Волосы. Да. Да я уже спокойно. Мне нравится, что здесь. Просто они вот... Это, конечно... Потом. Вы видите, что он реагирует на эти звуки, да? Да. Вот. Почему бы эти звуки не найти здесь, в Ютубе? Да? Вот. Голос кошек. Напишите... Как вас зовут? Юля. Юля, пожалуйста, можете нам помочь? Напишите в поисковике «Голос кошек». И включите в Ютубе «Ор кошек». «Мюк или не кошек». Пусть к этому звуку он начинает привыкать. Вы должны ему это хотя бы сперва, с помощью органов чувств, да? Слухового, донести, что этот звук, слушай, не реагирует. Не реагирует. Наоборот. Услышь этот звук и расслабься. Услышь этот звук и под этот звук засни. Усни. А вы наоборот. Собаку. Когда он уснулся. А вы создаете такое напряжение с этим звуком? Да, хорошо. Голубей он гоняет на улицу. Естественно. Вы же понимаете, что мы выйдем на улицу, он голубей не будет гонять. Да. С вами, да. С вами. Поймите. Мой секрет в чем? Мой секрет в правильном отношении к животному. Вот. Видите, реагирует, да? Да. Вот он должен научиться этот звук слышать и даже голову не поднимать, смотреть. Понимаете? А вы связали этот звук с чем-то, что нужно искать кошек и пытаться их схватить. Понимаете? А сейчас этот звук он будет сейчас воспринимать по-другому. Под этот звук можете его массировать, чтобы он расслабился. Понимаете? Успокоился. Связал этот звук с чем-то приятным массажем, с расслаблением. Можно, чтобы он лег, повернулся на бок, вот так. Витя, с ним как? Это пластилина, но он для меня. Из пластилина. Беру все, что хочу, делаю. Ага. Чтоб он расслабился под этим звуком. А на меня уже бурычал. Но я жестче делаю. Понимаете, Витя, я сразу пришел, сразу вам говорю, что делаю. Не дерутся кошки, вот когда они дерутся. Нет такого звука, чтобы они драться. Напишите, кошки дерутся. Напишите. Драка кошек. Драка кошек. Вот этот звук хороший. Подождите. Понимаете, он должен научиться не реагировать. Не реагировать. А сейчас пока все хорошо, мы ему дадим спокойно. То есть, вы чувствуете, когда он спокойнее ослабевает контроль? Да. Когда он напряжен, я усиливаю контроль, чтобы ему показать. Барик, иди сюда. Иди сюда. Э. Он даже не дернулся. Потому что я здесь его контролирую. Как он прыгнул, я ему сказал. Юля, пока можете наползать? Да, пожалуйста. Лена, дайте мне одну палочку. Угу. Тихать. Ну, позвать сюда, вот так, не пускай. Сейчас он видит кожу, видите, уже этой дрожи, о которой мы говорили, больше нету. Да. То есть, он сейчас понял, что, оказывается, я могу видеть кошку, но не реагировать. А мне, мне никто этого не донес. Наоборот, меня держали, усиливали состояние желания гоняться за кошку, а тут тело держали. А сейчас тело, слушай, никто не держит. Ну, сейчас я контролирую его сознание, а не тело. У меня такие глазки, как будто вообще он так... Сейчас, вы, Лена, вот честное слово, без обид. Я пришел сюда, чтобы вам помочь. А нет, как-то вас обидит, да? Не только... Я прекрасно понимаю... Вы столько ошибок делаете, это катастрофа. Столько, я столько видео для вас снимаю, чтобы вы посмотрели, хотя бы не ошиблись. Но когда прихожу к людям, говорят, Антон, мы все ваши видео смотрели, потом вижу все те ошибки, о которых я объяснял в своих видео, говорю, а когда вы смотрели? Вы смотрите, ну, те же самые ошибки. Ну, вот вы знаете, вот вы как-то делаете, даже вот этот щелчок, такое ощущение, что вы их заколдовываете. А сейчас понимаешь, что это просто, ну, как будто вы до видео что-то там делали, а потом на видео сняли до года этот щелчок. А сейчас вы убедились, что я до видео ничего не сделал. Я пришел к вам и то же самое сделаю. Ну, я как раз вот сейчас, да, занимаюсь эзотерикой, вы даете, работаете с подсознанием. Это одно из самых сильнейших, почему и никакого других кинологов. Я вам, кстати, хочу сказать, мы вот у знакомых покупали вот собаку два дня назад и были у каких-то заводчиков, они тут по Краснодару разводят этих джеков. И они говорят, а вы, говорит, кинолога уже наняли, вам типа подсказать? Я говорю, да нет, говорю, я Антуана наняла. Они говорят, Антуана? Наржеля. Да. Вот. Я говорю, да. А она такая, вот у вас подруга крутая, говорит, это самый крутой, говорит, кинолог. Я говорю, ну вот. Я не кинолог, очень далек от кинолога. Но кинологи, да, у них разные методики, я знаю. Ты когда его ругаешь, он знает, что ты его через минуту поцелуешь, поэтому он тебе ни во что не стоит. Ага. Юля, Волк. У него у тебя уважения вообще нет. Волк. Слушайте. Вот. Вот правильно вы говорите. Но у меня, кажется, собака тоже была. Его мама, папа. Они его сюсюкают. Ты правильно говорила. Когда с ним жёстче, он тебя уважать не знает. Поймите. Во всём должна быть мера. Правильно? Да. Вот сейчас, когда он начинает подчиняться, да, можно его и целовать, и обнять, и погладить, и посюсюкать, но уже в подчинённом состоянии. Проблема исключительно в вас, в нас, в людях, а не в этих прекрасных животных. Как вы видите, он за пять минут готов понять, что от него хотим, и прекратить это делать. А готовы ли вы правильно к нему относиться? Видеть в нём собаку, а не ребёнка. А вот эта книга не подойдёт. Оно на него обижено очень. Ты ей повсюду, с вами баб. Она же нюхает его, когда он не дёргается. Видишь, что я сделаю? Он ставит ближе. И стою здесь. Я пока контролирую. Но он говорит, раньше я за тобой гонялся, сейчас. Ну, это как бы вы сказали, чтобы он доверял ей. Да, обязательно. Сейчас мы это будем делать. Ну, подружу. Иди сюда. Столько мест, да, у нас порядок можно? Да. Ну, пойдёмте в зал, там меньше места. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Нормально всё. Угу. Я хочу, чтобы вот такие отношения были. Понимаете? Вот кошка, вот собака расслаблена, спокойно. Бежит рядом с кошкой. Я хочу, чтобы он расслабился. Можете дать мне эту еду ещё? Если сейчас эту проблему не решить, потом намного сложнее будет. Ну, вот поэтому. Ага. Видишь, говорю, рядом есть кот, ты ляг, успокойся. А тут ещё еда тебе даем, расслабляем. Спасибо. Да. Мы только мечтали об этом. Эх, мои мечты ваши. Ваши пятиминутные. Моя мечта о другом. Иметь центр по реабилитации собак. Это, видите, какая мечта. А это пятиминутная. Ага. Он сейчас и на кошку не будет. Ага. Вот еда. Я ему говорю, слушай, есть кошка, если ты за ним захочешься гоняться. Он уже понял. Знаете, почему он подчинился? Я начал общаться с ним на его языке. Вот если он жил бы в стае себе подобными и начал там что-то делать, что, допустим, уже не дозволено. Уверяю вас, кто-то из статусных особей бы коснулся бы зубами, как это сделал я. Поэтому он мгновенно меня понял. Знаете почему, Юля? Все очень просто. Я с ним общаюсь на его языке. Если я сейчас с вами буду общаться не на вашем языке, к примеру, Юля Джангонцес. Вы тоже меня начнете, через некоторое время начнете возмущаться, да? Слушай, Антуан, ну я не понимаю, ну давайте на русском, да? А вот вы с ним тоже не на его языке говорите, понимаете? А я на его языке. Поэтому видите реакцию на меня? Молодец, друг. И кошка тоже сейчас. Вот. Дайте еще, пожалуйста. Вы столько времени зря потеряли. Можно было с первых секунд это сделать и закончить эту историю, понимаете? А вы его держали, напрягали, в этом состоянии еще показывали, что еще больше стремись к этим кошкам. Вы не были свободны. Мы готовы в тот день выросли гостить. А если сейчас вот эту штуку можно уже не ставить? Да, сейчас. Вы контролировать его? Вы хотите нас кофем угостить? Да. Не откажемся. Давай, слушай. Если можно чай есть. Зеленый. Зеленый. Любой. Любой. Все есть. Сейчас ему говорю, отхожу от него, говорю, слушай, я начал тебя, посмотрите, больше доверять. Больше доверяю тебе, потому что оставил тебя рядом с кошкой. Больше тебе доверяю. На. Я закрываю свечами. Да. Лена, что можно было в таком добиться? Видите? Мы так не могли. Вы тоже смотрите? Видите, что начинает происходить? Он умер. Вот вы говорили, через сколько они будут лежать с друг с другом? Вы хотите сказать, что через месяц они будут спать вместе? Вот сейчас он, если не тронуть, он здесь уснет. Может быть, потом он подпустит ее к себе, да? Да, конечно, обязательно. Так и будет. И помните, чем он на низких... А вот мне можно сейчас вот Марика, допустим, сюда пройти? Да. Мне вот мои интересы, потому что эта профегистка, он ее кусает и... Хорошо, только так, чтобы она не паниковала, потому что паника это жертва. В общем, ставьте сюда, не бойтесь, я его удерживаю. Эй! А! А! Вот так. Вот так. А потом за это его хвалю. Говорю друг, молодец. Ты молодец, что на кошек... А можно его тоже похвалить? Да, словами нет. Может... Нет. А, едой хотите? Конечно, можете. Он же тоже так будет. Вообще, научитесь словами меньше общаться с собаками. Сейчас объясню, почему. Ну, вы так говорили на видео, что похвала языком, это как бы вы наоборот его разбуждаете. Отойдите. Отойдите. Блин, вообще... Блин. 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 Кошку говорю сядь, не уходи. А вдруг если сейчас кто-то откроет дверь, хаос начнется? Да. Как этот момент? Закрыть дверь. Видите? И заметьте, уважаемые дамы, милые мои, я не разговариваю. Видите, с звуками общаюсь. Я вот это не понимаю, как это... Видите, перед носом убежал. Лейла, подожди. Мам. Подожди. А можно я компьютер включу? Можно. Сейчас все можно. Приведите и ту, и вторую. Эту ставьте сюда. Э. Вот так. Э. И эту поставьте сюда. Тоже. А-а-а. А я ему говорю, слушай, здесь оказывается что-то более интересное есть. Зебя. Я думаю. Такие учительные. Нет. Нет. Ей тоже. Задай еще. А сколько можно есть? Они же голодные. Я же их сегодня не кормила. Они на еду сегодня. Они вчера его косточку слили просто. Вкусно чуть-чуть. Это ну все равно. Может вам на мясо пили? Не, не, нормально. Вот так. Они тоже должны понять, что он рядом, но угрозы нету. Он рядом, но не угроза. Понимаете? Он рядом, но не угроза. А сейчас можете сфоткать, отправить подругам и сказать, у нас дома Антуан. Как они вот так втроем лежат. Видите? Они еще напряжены, конечно. Конечно напряжены. Ведь они ему не доверяют. Подвоха ждут, конечно. Вы бы тоже ждали подвоха, если кто-то постоянно за вас пронялся. Потому что они уже рядом. Это вообще... Потому что даже... Нет, Марик, сиди. Сиди, вот золотой. То последнее видео, которое вы отправили, это полностью меня испугало честно. Когда вы его удерживали, он склеил, выл, а рядом было окошко, а вы его держали. Помните? Да, это решетка. Он как раз показывает, что он так хватает. Вот это создает проблему. То, что вы держите тело. Вот пусть она сейчас пройдет. Пусть. Видите, я как переключаю его. А у него прям... Переключаю и говорю, молодец мой друг. Там кошки, здесь еда. Набросишься на кошек, я коснусь тебя, как более старшее по рангу животное. Не будешь реагировать, ты молодец. Лель, подожди. Это уже провокация. Да? Да. Не торопитесь, пожалуйста. Это им, это тебе. Я просто, чтобы хоть поближе подошла. Угу. Идем, чайник уже закипит. Он еще не свистит. Обалдеть. Юля, дай фотоаппарат. Лена, видите? Юля, дай мне фотоаппарат. Угу. Это вообще сейчас ляжет на спину. Смотри, это вообще просто ей все равно. Да, у вас самый уравновешенный код вот этот. Милая была все равно. Если он не кисается, она спокойна. Она даже другим собакам она сюда подпускает. Ты видишь, да, это? Угу. Лена, а сейчас давайте дадим им пространство. Можете встать спокойно. Без слов. Без просто. Уйдите. Вот так. Захотят остаться, пусть останутся. Нет, если кто-то падет, пусть идет. Сейчас посмотрим на его реакцию. По крайней мере, так нужно начать. Вот так, да? Потом по чуть-чуть, по чуть-чуть еще ближе. Потом этот интерес кошкам разбить на еду. Ну, видите? Одна побежала. Ноль реакции. То просто посмотрел. Правильно? Ага. Ой, Юля. Спасибо. Понимаете, вот. Фундамент есть. Начало сделано. Сделано. Мы могли только мечтать об этом сегодня. Юля и Лена. На самом деле должны быть правила, границы. Скажите, вы работаете? Не говорите, где, да? Вы, если на вашей, я даже не знаю, где вы работаете, но приведу пример. Если на вашей работе, где вы работаете, не будет правил, границ, запретов. Не важно, где вы работаете. Да, будет хаос. Что будет? Хаос. Вы понимаете? Да. А если дома нет правил, границ и запретов, что будет? Хаос. Хаос. Ну, так и было. Так и было, правильно. Вот я о чем поймите. Правила, границы и запреты. Это крайне важно. Понимаете, это воспитание. Дрессировка это другое. Мы сейчас про дрессировку не разговариваем. Это, что хотите, за пять минут научу, чтобы лапы давал, лавил, что вам нужно? К примеру, да? А вот воспитать, воспитание это статус. Дрессировка это обучение команды. Как вы думаете? Как вы думаете? Вот вы, когда выйдете отсюда, вот он будет святым жизнью. Да, до выхода отсюда я должен вас изменить. Вас изменить. Понимаете? Пока я уйду. Чтобы я ушел, а часть меня в вас осталась. Я поняла. Антуан, вот смотрите, да? Вот как бы моя это собака. Вот Юля пока в данный момент живет со мной. Дочка со мной, да? Угу. Они же должны делать то же самое, что и я получается, правильно? Смотрите, смотрите. Вот меня нету. Важнейший момент она объясняет. Видите, даже как уже ближе, да, Юля? Она шипит на него. Ну зато он не реагирует. Сейчас кошки могут шипеть. Ничего. Хотя это тоже провокация. И ты видела? Смотри, как он даже не среагировал раньше, как он кидался. Вот объясняю вам. Если вы живете в семье, вы не одна и с вами есть другие члены, да? Не важно, подруга, дочь, отец, мать, да? Значит, вы должны стать одним целым, единым. Сплоченность должна быть. Если вы делаете одно, Юля делает второе, дочь третья. Опять, вы создаете хаос в голове собаки, первое. Во-вторых, вы показываете, что нету единства. Наша стая разбитая. Я в себе так, одна. Она по-своему, да? Третья по-своему, да? Нету единства, сплоченности. Вы сейчас должны сегодня договориться, чтобы у вас была одна единая модель поведения, чтобы вы действовали одинаково. Это создает дисциплину, баланс, рамки, запреты. То есть, если вы запрещаете на себя прыгать, а Юля одобряет это, вы противоречите друг другу. Вы показываете ему, что мы, даже будучи людьми, да, мы не можем между собой найти язык. Поэтому я делаю по-одному, а она по-своему. То есть, если вы запрещаете, когда вы кушаете, заходить сюда, а Юля со стола кормит, к примеру, вы опять противоречите друг другу. Вы показываете разбитую, нестабильную стаю. Чем вы больше объединены вместе, тем показываете силу стаи семьи. Понимаете, да, меня? То есть, ответ на ваш вопрос. Однозначно все ваши действия максимально должны быть идентичны. Ваша модель поведения должна совпадать с вашей модель поведения по отношению не к жизни, а именно к собаке. Понимаете, да? Так вы создаете единство. Вас становится большинство, а он меньшинство. Хочет или нет, он начинает подчиняться вам. Потому что вас трое, а он один. Понимаете меня? Да. У меня есть рецепт, который четко работает. Объясняю вам. Сперва 90% вы должны давать ему физические и умственные нагрузки. Это прогулка. Прогулка в социуме. Игры себе подобные. Мы это тоже решим сегодня. Потребовать от него дисциплины, послушания, подчинения вашей воле, да? Потом 10% выдавать любви. Подождите, не торопитесь. Потом 90 на 10 было, правильно? Да. Потом 80 на 20, 70 на 30. Понимаете, да? Тогда он уже будет подчинения. Конечно. Нарастающий даете, любовь добавляете по состоянию, да, его. А правила границы слегка ослабеваете, когда они в балансе, да? Было 90 на 10, стало 80 на 20, 70 на 30. 60 на 40, да? 50 на 50 – это баланс. Сейчас, если посмотреть, Лен, да? У вас точности наоборот. Вы 90% сюсюкаете, балуете, возбуждаете, любите, 10% воспитываете, требуете и дисциплинируете. Правильно? Да. Ага. Понимаете? А как проблемы не возникнут, если вы идете не в правильном направлении? Видите, я пришел сразу, начал от него требовать, поэтому он сразу вошел спокойно, послушно, состоял. И как вы думаете, чем я дольше буду с ним общаться, тем он идеальным станет. Понимаете меня? Вот еще такой важный момент. Вот смотрите. Когда вы сейчас взяли его в руки, выйти напряжение пошло, да? То есть у него какие-то намерения проснулись, да? Если в этот момент его любить, гладить, то мы говорим, что мы поддерживаем твои намерения. Почти будет. Понимаете, да? Это настолько тонкие моменты, что можно от любви испортить собаку. Он очень ревностно относится, когда я к кошкам подхожу, беру их. Он тоже, как это ты, не меня, а вот их гладишь. Э! Знаете почему? Он, вы видите, как смотрит? Да. Э! Вот этот взгляд, когда ему все равно, да. Э! Вот он взгляд этот, когда его поймали. Помнишь, что я тебе говорила, когда пофиг ему? Как шоу они пробивали? Да, вот вообще, да. Вот сейчас этот взгляд. Ну видите, сейчас его никто не держит. Никто не удерживает. Леня, не надо. Заходи, заходи. Почему не надо? Пусть. Смотрит еще и... Как так возможно? Она спариться хочет. Да, да, да. Я же сказала, что догуляет. Как так возможно? Как, 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 как? А ты еще не видишь? Всего лишь мы сказали абракадабра. И все. Марик, Маня здесь тоже лежали. И он не трогал их. Смотрите. И опять, его не нужно держать. Ни в коем случае не нужно его в тело держать. Видите, я сознательно держу, я в сознании держу. И говорю, слушай, друг, находись в компании кошек. Эх. Эх. Это крикнул, да? Слегка, да. Вот так взял. Я сразу ему сказал, даже не думай. Даже не думай. Юля, посмотри, Юля. Ага. Мы его держали со всех сторон. Да, он еще. Какая приятная. Чем больше вы держите, тем больше напрягайте его. Я держу сознание, вы тело. И опять под ударом льну у нас. Как вам такое? Лена, кому бы я не поехал, все говорят, Антон, останьтесь у нас. Пару слов скажите. Расскажите, что вы делали вообще? Ну, вот так вот, чтобы он лежал, мне приходилось его держать и ложиться с ним рядом. Или хотя бы руку на него положить, чтобы он не двигался. Но вот так, чтобы он один, и мы где-то были там в метры от него, такого даже представить не могли. Вот, честно сказать, до сегодняшнего дня. Мы ждали этого волшебства, что это произойдет. Но это на самом деле не волшебство, просто понимание собаки. Совершенно правильно вы говорите. И ее... А, все, он уже нос засунул холодно. Видите, да? Вот скажите, как вы считаете, так они подружатся или нет? Конечно. Видите, они уже дружат. Кошки уже не считают его угрозой. Марик только, Марик напряжен. Да, Марик напряжен. Та рыжая хочет уснуть, это вообще расслабленная ей все равно. Но Марик самый напряженный, потому что Марик не доверяет ему. Но сейчас начнет доверять, не переживайте. Наша задача, чтобы они вместе спали... Лена, что вы мне говорили, вот мы через неделю можем сделать, чтобы они вместе спали? Я вам что сказал? Через пару часов. Сколько времени прошло? Полчаса максимум. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Друзья. Вот. Вот. Да. Я сейчас понимаю, что они будут вместе, я сделаю так, что они смогут выругаться. Чтобы вам помочь, я должен ваше сознание, как вы сказали, перевернуть. Ну вот вы сейчас это и делаете, потому что вообще я как бы не знала, что срок надо... Я советую вам вообще верить, знаете, каким людям, которые доказывают делами, а не словами. Делами. Делами. Я вам делом доказываю. Вы видите это или это видение, мираж какой-то? Нет. Мы это мечтали две недели. Мы спали и видели. Сегодня, когда вы сказали, что вы этот час там задерживали, думаю, там час. Вы каждую минуту считали. Я Алине звоню и говорю, когда придет Антон? Она говорит, он сейчас задерживается. Я думаю, Юля, еще часик остался, еще часик. Нам чуть-чуть осталось. Мы ждали вот этого, конечно, волшебства. Потому что... Нет, мы верили, мы видели, но... В реале вот кажется, что вот как будто вы сначала что-то делаете, а потом снимаете. На самом деле это не так, что вы просто это показываете. Нужно просто внимательно смотреть и понимать. Всем привет! Меня зовут Нагиева Елена. В январе, в конце января, мы очень сильно с дочкой заболели. И у меня в этот момент появился космос. Космос это был Джек Рассел. Мы покупали его именно как Джек Рассел. Невероятный был щенок, потрясающий. Мы с ним играли, спали, ели. Но в течение какого-то времени мы выяснили, что это у нас Фокс Терьер смешан с Джеком Расселом. Но мы сильно не расстроились, потому что неважно какой породы собака, главное, что у вас в сердце. И с этим моментом мы поняли, что космос непростого характера мальчик. И он даже не мальчик, а в душе там целый титан. И так как у нас уже жила дома кот и кошечка, и временно проживала подругина кошка, нам не очень было весело, потому что он их гонял, он на них кидался, он их разрывал. Даже были моменты, когда я пыталась его отодрать от котов. Попадали в мои руки, еще чуть-чуть шрамы остались, еще не отошли. И я начала искать специалистов в этом направлении, чтобы мне помогли с этим вопросом, потому что мы сами не справлялись. И одна из моих знакомых мне посоветовала Антуана Нарджиняна, чему я безумно ей благодарна, ей отдельное спасибо. Это Мария, моей бывшей кинологу. Но самое главное, что когда пришел Антуан, он сделал что-то невероятное. Я пересматривала по 10 раз его видео, но результата такого не получала. Ничего не делая, просто показав, что он здесь главный, он уложил спать моих трех котов и космоса на одной кровати. На одном диванчике. У нас был большой просто багаж ошибок и большой багаж проблем именно с космосом. Мы встречали лая гостей, мы кидались, прыгали на ноги, мы постоянно возбуждались дома, постоянно дергал за штаны, за ребенком бегал, кусал, лаял, несколько раз дочку укусил. Когда в моем кто-то был в пространстве, он пытался охранять меня без причины. На котов кидался, на улице невозможно было с ним гулять, потому что он все время тянул, куда-то бежал, ему куда-то надо было идти. И дома в туалет ходил, то есть нельзя было на улице, он как-то не терпел, может быть. Сейчас такое спокойствие на душе и такое спокойствие дома, потому что это не передать. Я каждому хозяину собачек, которые есть у нас в Краснодарском крае, не знаю, в Москве, вообще в России в принципе, воспитывайте своих собак. Их можно любить не только вот постоянно баловать, чтобы они были постоянно возбуждены, и потом невозможно их было контролировать. А любить это значит, когда собака подчиненная, когда она тебя слушает, когда она тебе доверяет. И это делается без агрессии, наказаний там каких-то. Просто ты понимаешь, что ты в доме главный, и это просто, я не знаю даже, как это объяснить. Но суть в том, что вот тот список, который у нас был, он у нас полностью решился. Мои кошки сейчас вместе кушают с одной тарелки с собакой, пьют с одной низки, спят на одном диване. Мы выделили один диван для них, где они могут проводить вместе время. На ребёнка, на детей не кидается, он спокойно себя ведёт на площадке, ждёт, когда ему разрешат играть вместе с нами, с детьми. Он приносит мячик, он научился элементарным каким-то командам, но это самое малое, что может быть. Самое главное, что собака спокойная. И сейчас мы помогаем также другим собачкам, которые нас встречают на улице, и которые даже на нас кидаются. Мы не реагируем на них. И помогаем хозяям, я помогаю хозяевам понять своих же питомцев. Но это больше такая мини-помощь. Но надеюсь, что многие помогли, многим помогла, потому что хочется побольше друзей, иметь хороших, адекватных и хозяевов, и собачек. Вот, поэтому обращайтесь к таким специалистам узкого профиля и учитесь этому. Я знаю, что сейчас Антуан будет открывать свою личную школу, онлайн-школу. Записывайтесь, изучайте его тщательно видео. Его ни одно, любое видео, которое он выставляет в Ютубе, нельзя смотреть один раз. Его нужно смотреть много раз и с ручкой в руке, и листочком обязательно, потому что только благодаря этому вы сможете понять, что рассказывал Антуан. Вы знаете, я счастлива. Я просто счастлива, видя, что мой ребёнок может спокойно даже сам выйти погулять с космосом. И я знаю, что он там не бросится, не кинется, и он ей подчиняется, то есть он её не воспринимает уже как Бету. Она для него альфа. И мои знакомые, друзья и близкие также. Мы ходим, а, кстати, мы ходим в гости. Мы ездим в маршрутках, мы спокойно сидим в гостях. Мы можем 4 часа спокойно спать. Вот уголочек ему главное выделить. И он может спокойно спать, мы можем играть, беситься, прыгать там с детьми, неважно. Он будет на своём месте. Это очень важно, потому что не всегда бывает возможность оставить его дома, и приходится иногда брать с собой. Со мной он ходит к парикмахерам, к косметологам, к маникюрщицам, к педикюрщицам. И они с удовольствием принимают нас, не ко всем, конечно, которые разрешают. Вот, потому что знают, что он будет спать, и это чудесно, потому что я могу прогуляться пешком, не ехать на машине. Там 2 километра, 3 километра мы с ним прогуляемся и придём, сделаем свои процедуры. Вот, поэтому я каждому собачнику желаю найти время. Это немного всего, кому-то месяц, кому-то два нужно, в зависимости от собаки. Но у меня очень был сложный пёс, и я уже когда поняла, что мне нужно брать всё-таки себя в руки, был результат прекрасный на лицо. Вот, поэтому большое спасибо Антуану за то, что вы появились в нашей жизни, за то, что вы меня научили, меня, не его, меня вы научили, как общаться со своим питомцем. И самое главное, теперь можно ещё воспитывать котов, которые говорят, что они сами живут по себе. Нет, их тоже можно воспитывать. Вот, поэтому желаю всем успехов, добра, счастья, любви. Спасибо большое. Можно. Можно. Конечно же, я не устану вас благодарить, потому что я, наконец-таки, дом у меня спокойствия, уют. Мы прогулялись, всё, спать. Сейчас будет сонное царство, все покушали. Вот. Он даже не смотрит в ихнюю сторону низкие, а спокойно лежит, ждёт, а вдруг что-нибудь ему перепадёт. Вот так вот. Мало ли. Спасибо вам огромное за потрясающие уроки и за то, что у меня в доме покой. Спасибо. Спасибо.